Дай почитать. С Генрихом Гейна, заявившим, женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Итак, в книге, кроме вступительных разъяснений о синих чулках и роковых женщинах, о женском образовании в Европе и России, представлены портреты 30 бунтарок, так или иначе проявивших себя в политике искусств и науке. Тут и Клеопатра, и Кристина Пизанская, и Эртемизия, Джентелески, и Софья Ковалевская, и Жорж Сант, и Симона де Бувуар, и Маргарет Тэтчер. Только из этого небольшого перечня становится понятно, что представлены судьбы выдающихся женщин, хорошо или малоизвестных на фоне эпохи. Ведь самый незаурядный характер все же развивается в определенное время и в определенных условиях. Подчеркну, что это не совсем очередная поделка, рассказывающая избитые и поднадоевшие истории. Елена Кушнир подробно разбирает природу, мизогонии, и каждая из 30 историй проливает свет на то, почему женщины так долго находились в тени мужчин. Елена Кушнир пытается ответить на часто встречающиеся вопросы типа «среди женщин мало политиков, исследователей, первооткрывателей, ученых, короче, и швейная машина не ею изобретена». Поэтому вывод очевиден – ну не двигали женщины прогресс, не умны, не талантливы, но так ли это? Книга рассказывает об огромных препятствиях, стоявших на пути у талантливых и ярких женщин. В античности идеальная женщина та, которая ничем не отличалась. В Средневековье ее называли сосудом греха и подозревали во всех пороках. Да и вообще тогдашние теологи спорили о том, есть ли у женщин душа. Думаете, что-то изменилось в более просвещенные или зачеренные века ничуть? Бомарше – у женщины создание слабое и коварное. Александр Грин – когда женщина спит, она не вредит. И вообще, за жизнь женщина должна покинуть дом трижды, когда ее крестят, когда выдают замуж и когда хоронят. Короче, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Но все же книга не о том, как ущемляли права женщин, а об их уме, таланте, душевной красоте, доброте сердце. 12+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!